Добрый вечер Гомель на Беларусь 4 прямой эфир и мы продолжаем готовиться к новому году до праздника остается все меньше времени и многих мучает вопрос что подарить на новый год сегодня дорогие друзья в нашей программе мы расскажем а главное покажем как подготовиться к новому году без лишних стрессов и финансовых затрат в прямом эфире будем делать доступные подарки своими руками и вы знаете мы предлагаем вам присоединиться если вы хотите стать участником нашему прямого эфира звоните в студию 34 22 43 вы можете написать сообщение в вайбере или оставить сообщение в комментарии в нашей группе вконтакте делитесь своими секретами и рассказывайте какие подарки вы готовите в этом году известно что подарки бывают дорогие ненужные и сделанные своими руками такие творения оценит любой получатель вот в чем секрет подарка сделанного своими руками вот прямо сейчас в этой студии расскажет психолог людмила тут и не навстречайте пожалуйста людмила добрый вечер добрый вечер наталья добрый вечер всем очень рада видеть ты очень рада видеть в нашей студии смотрю ты прямо радуешься по моему ты принесла нам подарок это ж не то слово это не просто подарок смотри кто здесь давай покажем зрителям это это мы с тобой это мы с тобой с последнего эфира надо сказать это самая рейтинговая фотография за последнее время в одноклассниках покажите но я понимаю что ты подарил не только фотографии еще и фоторамку мне кажется вот в наше время когда все фотографии хранятся в компьютере да или соцсетях как бы это очень не такой особенный подарок да наташ нам не так хотелось чтобы эта фотография тебя стояла где-нибудь может быть на столе а может быть мы ее подарим какому-нибудь главному нашему редактору ну почему бы нет но для этого все таки так как это новогодний подарок мне кажется она не слишком праздничная наташ я просто не успела украсить сама идея хороша но ее нужно украсить праздничными какими-то вот элементами давай вместе попробуем да 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 предлагаю такой устроить мастер-класс от нас с тобой для наших зрителей отлично итак чем же будем украшать твой подарок сегодня я принесла стразы это самое простое доступное средство и для наших телезрителей если вы хотите сделать подарок из серии дешево и сердито да ну и естественно красиво найдите в доме может быть даже старую рамочку рамочка ведь не стареет как известно подоставайте все что уже не актуально и ставьте туда ну какую-нибудь актуальную фотографию да вот как это сделала я а потом купите самом в ближайшем магазине где продают много всяких всякостей для рукоделия в частности там могут быть обыкновенные стразы вот такие вот я могу даже показать да и наклеить а можно наклеивать так как хочешь подожди давай сначала договоримся тут сейчас как то так это хочет уже и украшать рьяно хочешь к этой рамочке давай так договоримся вот у нас есть красные стразы и белые куда чтобы вот вот так вот давай сделаем красные вот здесь вот по уголочкам ты не против не против давай наверное так как рамочка у нас прямая может быть ровно так вот и половинку это украшать я это хорошо посмотрим у кого что получится подержите нас пожалуйста мне знаешь кажется что вот в такой фоторамке в принципе может оказаться любая фотография ну например вот какое-то очень яркое важное событие которое случилось вот в семье в течение года да можно это могут быть рождение это может быть фотографии с отдыха это можно ведь в рамочке подарить не только скажем так нашим близким этому могут быть подарки нашим коллегам что-то важное какое-то событие да оформил красиво украсил и вот тебе прекрасный новогодний подарок необычный потому что да все коллеги и все наши родственники хранят сегодня фотографии не фотоальбомах и как интересно у меня получается людмила посмотри честно говоря я обычно стараюсь что-то рисовать а вот эту вот идею но вот совсем недавно я сама для себя так нашла эту идею вот и знаешь пока вот мы с тобой придаем такой фоторамке такой праздничный вид давай поговорим о подарках вообще вот зачем на новый год дарить подарки ты знаешь многие люди задают себе этот вопрос так что во первых это традиция и очень хорошо если мы будем традицию поддерживать она не нами заведена и не нам ее отменять правда во вторых когда мы дарим какой-то подарок да мы как будто дарим часть себя особенно если это сделано своими руками да но даже если это не своими руками а вы например прошлись по магазинам или по рынку до прикупили что-то выше все равно думали о том человеке да вот кому вы собираетесь дарить то есть уже элемент вот как бы вхождение в другую жизнь элемент включенности он уже на лицо на поле на подарки надо выбирать не спеша конечно не обязательно обдумать кому что а вот я вчера например когда эту рамочку вернее фотографии делая от не спеша обдумывала а наташа думала приятно а нашей программе я думаю думала готовилась к эфиру а вообще ты клей красивенько не 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 как попала как попала да как попала ты же это я наоборот хаос люблю а надо 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 было чтобы порядок был здесь да видишь это заказа моя фоторамка в приготовлении подарков очень важно согласованно да 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 но уже в принципе неплохо выходит скажи людо а вообще вот ты в курсе откуда эта традиция дарить подарки идет на то что вариантов множество я знаю когда готовишься к программе естественно ты какой-то информационный плац да поднимаешь сам для себя даже ну просто вот узнать откуда это пошло первую вас первые упоминания подарков идут с тех времен когда были жертвоприношение богу или приносились не жертва какие-то дары да дары что это могло быть это могли быть продукты питания это могли быть жертвенные животные там травы и все что угодно золотые украшения серебряные украшения это было когда-то тогда потом я нашла такие интересные факты например там дары волк да когда родился иисус принесли свои дары потом что еще какие еще упоминания когда один царь-государь хотел как-то помириться с другим политиком вот он отправлял или какие-то скакунов или там какие-то украшения или какие-то меха или продукты питания там ну и так далее то есть это оттуда идет оттуда получается как бы корысть какая-то преследуется у массы вали у массы вали ну твой подарок бескорыстен людмила скажи пожалуйста наташа я так думаю что бескорыстен людмила мне очень нравится что у нас получается и очень мне кажется мы уже закончили на мою сторону залезла ну ладно потому что у меня вопрос короткие вопрос ответы у тебя длинные и мне кажется уже есть что показать вот ну давай покажем нашим зрителям что у нас получилось дорогие друзья очень здорово абсолютно бескорыстно скажи пожалуйста а вообще как ты считаешь кому можно ну скажем так подарить такую новогоднюю безделушку наташа это наше творение нельзя это называть безделушкой ну прости пожалуйста людмила а ты знаешь у нас есть телефонный звонок кто-то очень впечатлился нашим мастер-классом давай послушаем наших зрителей добрый вечер вы в прямом эфире говорите пожалуйста добрый вечер господи здравствуйте наталья и гости студии здравствуйте меня зовут герасим мы вас узнали герасим вы наш постоянный телезритель подарки бывают разные и живые и и игрушки и гаджеты но и сейчас этот год я подарил собачку вот и хочу вам подарить подарок можно можно стихотворение так слушаем внимательно сплоченные дружбой и жаждой добра мы верим волшебному новому году веснами канал наш любимый с утра всегда постоянную любую погоду летят его звезды снежинкой в ладонь и тают сердца от него а сегодня зажегся на елке волшебный огонь красивый и праздничный день новогодний кругом мандаринами пахнет их хвоей про двери желтой собаки земной я всех поздравляю кто любит общение живое и сказочный город мой гомель родной надеюсь что год что сейчас у порога войдет и исполнит все ваши мечты здоровья и денег подарит вам много а я виртуально дарю вам цветы уходит петух покидает на наш город блестящий он нам подарил очень много побед идет нам собака походкой звенящий надеюсь без стрессов депрессии и без с новым годом спасибо большое аплодисменты для вас спасибо замечательные вот замечательные стихи очень меня воодушевили кстати действительно чуть-чуть осталось до нового года просто замечательно это не какая-нибудь банальная смс-ка правда да ты знаешь мы сделали сегодня подарок своими руками сейчас попробуем его более так установите во время рекламы потому что да что-то что-то наши мне кажется наши украшения перегруз определенный создают здесь тоже надо было учесть такой момент ну дорогие друзья согласитесь все таки что может быть лучше подарка сделано своими руками в который вы вложили частичку своей души вот как сейчас людмила как я да действительно мы очень старались но поверьте это только начало впереди у нас сегодня очень много интересных идей которым которыми уже совсем скоро в этой студии поделятся наши гости а пока поговорим об открытках кстати людмила самым популярным согласись все таки подарком во все времена и во всех странах были и остаются открытки они вызывают такие вот теплые приятные воспоминания их можно перечитывать из года в год ну мне кажется это своего рода знаешь такой семейный альбом который есть наверное в каждом доме и сегодня у тебя тоже есть дом и семейный альбом да есть я этим очень горжусь и это знаешь сегодня мы сделали подборку интересных новогодних открыток самых разных лет с помощью наших гостей с помощью наших зрителей и я хочу чтобы эту подборку увидела ты и наши телезрители вот смотри например здесь есть узнаваемые вот советские открытки вот это моя любимая я ее очень хорошо помню своего детства и такие сюжеты интересные да в основном животные деда мороз редко встречался а это вот нам принесли сегодня наши гости 76 86 это вот из моего семейного альбома фотография то есть очень интересный сюжет они такие нежные добрые а ты знаешь интересный факт что кодка написанию вот таких вот работ но это же художники работали да привлекались самые лучшие художники почему потому что открытки я точно знаю должны были соответствовать определенным требованиям да то есть они должны быть художественным требования это не просто какая-то вот картинка это высоко художественное произведение искусств замечательные слова кстати людмила согласись кроме этого открытка все таки не просто такой праздничный атрибут она несет как ты говоришь не просто какую-то художественную ценность еще и статические какие-то выполняет свои задачи и роли а в чем все таки на твой взгляд вот такой вот феномен открытки такой культурный и вот скажем социальный вот смотри наташ бралась карточка в руки да и и буквально в нескольких строчках да нужно было написать что-то очень очень главное да очень важно да вот здесь вот что-то написано обычно что писали дорогая наташа да поздравляем тебя и дальше идут пожелания и это пожелание не как у современные смс-ки да стерли их уже нет да а ты вот держишь эту карточку и несколько раз перечитываешь да вот мамочка мне написала или папа или там сестричка да вспоминаешь как это было как это было да эти и открытки ведь они же хранились их никто не выбрасывал и даже в течение года можно было достать альбом перелистать пересмотреть а помните какое количество покупалось открыток перед новым годом что по 10 по 20 рассылались во все уголки сегодня мы не храним так как когда-то хранили открытки я думаю что сегодня в наших силах вернуть эту замечательную добрую традицию дорогие друзья вот если раньше открытки рисовали исключительно художники то сегодня сделать открытку своими руками ну считает необходимым почти каждая женщина поэтому сразу после рекламы мы покажем как сделать новогоднюю эксклюзивную открытку за 15-20 минут дорогие друзья сегодня в прямом эфире на беларусь 4 мы делаем новогодние подарки своими руками поэтому присоединяйтесь если вы хотите стать участником нашей программы звоните в студию 34 22 43 пишите в вайбере делитесь своими секретами рассказывайте какие подарки вы готовите в этом году ирина наша телезрительница уже сообщила что сейчас смотрит нашу программу и вяжет модную шапочку сестре в подарок ирина аплодисменты для вас а вот марина тоже нашла старую фоторамку и уже украшает спасибо за идею марина спасибо что поддержали нас для нас людмила это очень важно валентина сообщает что делать что своими руками может каждый на самом деле было бы желание а дома всегда найдется старая коробка которую можно использовать для подарка разукрасив ее в технике декупаж всех с наступающим поздравляет валентина валентина и вас спасибо большое очень интересное сообщение пришло от анны в этом году она сделала 17 открыток из газет их можно распечатать на принтере вырезать частями из открыток газет или старых журналов но если я все правильно поняла что то вы сотворили какое-то удивительное чудо из газета она для вот эти аплодисменты вам спасибо большое а в любом случае очень радует что наши зрители поддерживают идею новогодних подарков своими руками ну вот а как сделать эксклюзивную новогоднюю открытку за 15 минут своими руками об этом вот об этих секретах праздничной поделки нам расскажет наталья сальникова встречайте пожалуйста преподаватель гомельского дворца творчества детей молодежь у нас гостях добрый вечер наталья присаживайтесь пожалуйста вы конечно мастерица мы знаем мы с людмилой тоже попытались сегодня да сделать шедевр поверьте для нас это шедевр и мы очень этим гордимся мы хотим таким образом показать зрителям что каждый в принципе может это делать но я знаю что то что делаете вы из бумаги из таких вот обычных простых вещей конечно же удивляет давайте расскажите нам пожалуйста устроить такой небольшой мастер-класс как же сделать красивую новогоднюю открытку своими руками я еще хотела сказать что мало того что это могут сделать взрослые у меня в кружке в моем делают это еще и просто дети вот мы для этого я приготовила несколько разных кусочков бумаги вот основу сделала для открытки можно я помню же это нельзя пропускать значит это домашняя заготовка покажите чтобы вот мы успели показать нашим зрителям да покажите обычная бумага обычная бумага вот вырезана определенного размера кого я захотела я обычно беру такой размер чтобы она в принципе умещалась в руке и честно говоря в открытках есть такой момент что очень большая открытка требует на себя много внимания и там свободное пространство надо чем-то заполнять очень маленькая открытка ну это как просто скажем комплимент да комплимент а вот среднего размера открытки наверное действительно в советском союзе я посмотрела вот это эту основу я сделала ну как бы исходя из своих внутренних как говорится таких стандартов но сравнила советской открыткой чуть-чуть отличается наверное все таки они тоже наверное руководились таким моментом что это должно быть удобно в руке держаться что какая бумага можно потрогать это обыкновенная чертежная бумага чертежная да блок для черчения хорошо что еще вы держите я беру взяла акварельная бумага значит я ее дома заготовила немножко там тиснение там на нее наложил но если она даже быть просто гладкая она тоже будет хорошо смотреть главное другого цвета ну я взяла красного цвета я хочу как бы обозначить рождественские праздники новый год хочу у нас уже получается открытка данные при помощи дырокола я сделала такие рисунок очень и да скажем такие витиватый рисунок можно простую сделать то есть как бы это все зависит от возможности если вы сейчас делать это воображение я думаю наверное воображение это уже да но если действительно хочется сделать очень быстро своими руками то там в принципе и даже простые формы такие как прямоугольники они будут очень хорошо это только основа только начало у вас огромное количество мелких таких интересных деталей расскажите я принесла с собой заготовленные тоже бумажные кружева разные вот такие такие у меня там есть возможно это заготовки так заготовки да но можно взять обыкновенное кружево дома найти какой-то может быть какой-то действительно очень нравится кружево и не знаешь куда кусочек маленький такой и не знаешь куда его дети в принципе вот это все очень хорошо попадает на открытие пригодится пригодится да я взяла кусочек фетра у меня натуральный фетр но сейчас очень много разного фетра продается в разных творческих магазинчиках и ну наверное более такой синтетический и недорогой скажем так в принципе довольно доступные по ценовой фетр мы из него будем делать листики я так понимаю да я хочу украшить свою открытку ну вот таким вот элементом как я вот тоже и этот элемент можно действительно я его как бы обыграла можно и использовать как брошь как заколку кому-то ну то есть украшение подорка любит да вот такая вот у меня есть шоколадница на ней тоже такой элементе откройте покажите это это открытка это это не открытка эта шоколадница здесь вот была шоколадка ну в смысле можно вложить шоколадочку можно положить тэг раскрываем ну на него можно поместить какой-то чай с шоколадкой такой теплый новогодний подарок может быть действительно да можно мы будем делать вот такую открытку с элементами трехлистника да где используется фетр и я смотрю ягоды да я приготовила тут сутаж немного золота хочется жветь праздника да такие красивые ягодки ну скажем на засахаренные или наверное замороженные наталья давайте начнем покажите нам первые шаги затем наш режиссер с операторами будут следить за вашими движениями но когда вы дойдете до вот трехлестника до цветочка вы пожалуйста обратите наше внимание на это потому будем уже готовить когда вы будете его готовить мы очень хотим вместе с вами как бы этому научиться если вы готовите уже наверное буду буквально через пару минут очень хорошо давайте начнем с открытки так мы берем открытку берем основу берем в свою вторую основу сейчас я его как бы бы нанесу клей и приклею и после этого я начну делать на что или стекли отлично очень хорошо пока мы приклеиваем, да. Можно я вам задам несколько вопросов? Да, конечно. Я так понимаю, что такой подарок, мы уже обозначили, может сделать любая женщина, любой ребенок. Ну, в принципе, при желании мужчина, наверное, тоже. А сколько вы успели открыток сделать вот в этом году? К Новому году? Да, к Новому году. Ну, открыток я не считала. Я... Дело в том, что ввиду занятий во Дворце творчества, каждый ребенок сделал и не одну уже открытку. Так что мы активно готовимся. Ну, вы же это тоже готовите на подарки, наверное. Конечно. Фабрика по производству открыта. Да, фабрика. Вы представляете, даже вот, смотрите, вот это тоже. Это тоже. Дети делали. Дети. Ничего себе. Ну, здесь минимализм, вы же видите. Тут вообще очень мало всего, как бы, присутствует. Очень красивая елочка, сделанная детскими руками. Ну, вот, в принципе, я уже, скажем так, основу, как бы, сделала. Нет, простите, я забыла. Я забыла наши красивые кружева. А, кстати, как их правильно делать? Меня это всегда тоже беспокоит, когда я вижу вот такие элементы, самые важные. Ну, это можно делать дыроколом, а можно делать, ну, на специальных машинках. Можно купить просто. Они тоже продаются. Нет, я имею в виду, вы их приклеиваете вот таким образом? Я их, знаете, как буду? Обверну. Я не просто, я их хочу обвернуть. И так как у меня уже спинка смазана клеймом, оно как раз тут сзади на это и приклеится. Лишнее я, как бы, удалю, потому что тут много лишнего получилось. Я это все лишнее. А то же можно и обыкновенное кружево, да? Обыкновенное кружево тоже. Обыкновенное кружево тоже, потому что, ну, как бы, оно вообще очень хорошо украшает всегда. Вот одно кружево я помещу здесь, и я хочу два кружева. Я хочу, чтобы у нас побольше белого было такого. То есть основные вы используете белый, красный и зеленый у нас будет. Да, белый, красный, зеленый. Да, во-первых, это новогодние цвета, во-вторых, это еще и наши белорусские, мне кажется, такая, получится открытка такая патриотическая. Моя знакомая видела такие открытки, я уже, как бы, ну, изготавливала, она когда увидела, она сказала, ой, такой интересный вариант белорусский. Я говорю, ну, как бы, я вообще делала новогоднюю, но она, правда, ассоциация такая, вот, реально, очень такая праздничная. Ну, хорошая идея, по-моему, очень хорошая. И одна такая открытка, скажу я вам, уже уехала в дальнюю заграницу. Но там была такая, значит, надпись «Веншую». Ну, правильно. Да. Ну, раз в белорусском стиле, конечно. Да, да, да. А скажите, Наталья, часто ли вас, вот ваши воспитанники удивляют своими творениями? Кто вообще, у кого учится? Можно я так задам вопрос? Ну, дело в том, что дети – это, как бы, генераторы идей. Можно действительно черпать, черпать вообще. И не надо интернет никакой включать. Ну, они туда тоже заглядывают, конечно. Но когда малыши приходят, и там, ну, иногда действительно возможности детские, ну, они не имеют навыков таких. И, исходя из простого, из, как говорится, элементарного, можно перейти к очень сложному, к очень, ну, скажем такому, к интересному. Детки не боятся соединять несоединимое, правда? Не боятся. И у них очень даже вот цвета, наверное, бывает, наверное, на подсознании на каком-то, на подсознательном уровне они очень хорошо их соединяют. Вот, мы сделали заготовку. Это моя основа. Отлично. Это моя основа. Это уже полдела, мне кажется. Да, полдела. Ну, потом, вот сейчас я буду делать этот трехлистник. Вы знаете, Наталья, если вы не против, подключите Людмилу к созданию трехлистника. Я знаю, что она очень хочет, но боится попросить. Я взяла несколько кусочков фетра, ну, и вот можем взять. А сейчас, дорогие друзья, самый важный момент. Итак, в этой открытке важно сделать цветочек, и сейчас мы попробуем. Я еще взяла заготовку, это у меня, ну, как бы, шаблончик. Который можно, шаблончик, который можно обвести. Обводим мелом. Не надо здесь пытаться чего-то делать карандашом каким-то. Просто мелом обводите. Сейчас мы это сделаем. И у меня еще есть мел кусочек. Дорогие друзья, пока наши девушки обводят мелом волшебные, да, новогодние цветочки, я хотела бы напомнить вам, что вот если вы до сих пор не знаете, что подарить родным и близким на Новый год, вот можете приготовить такие удивительные открытки своими руками. И они непременно оценят такой жест. Самое главное, рекламируй нашу рамочку. Да, рамочку. Рамочку рекламирует режиссер. Периодически, да. Ну, мне кажется, что мы должны сейчас внимательно следить, да, с помощью режиссера наших операторов за движениями Натальи и Людмилы. И пока у них все получается, я прочитаю пару сообщений от наших зрителей. Алина сообщает, что подарки, сделанные своими руками, всегда запоминаются надолго. Это очень верно. А Никита говорит, что он решил подарить своей девушке золотую рыбку к Новому году, пусть исполняет все ее желания. Очень интересный подарок. Наташа, надеюсь, она не выловлена из семейного аквариума. Нет. Вы знаете, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы готовим подарки своими руками. Кстати, вот чтобы к Новому году порадовать близких и друзей, мы предлагаем вам вдохновиться еще одними идеями. Идеями нашей следующей гости. Дорогие друзья, приготовьтесь записывать. То, что мы покажем далее в нашей программе, можно и нужно повторять. Для нашей следующей гости это не просто хобби. Это удивительный мир, который позволяет ей воплощать свои мечты в реальность и делиться с близкими людьми самым сокровенным. Встречайте, у нас в гостях Татьяна Калачева, мастерица по изготовлению славянских обережных кукол. Здравствуйте, Татьяна. Очень рады видеть вас в нашей студии. Видите, мы уже начали готовиться к Новому году очень активно. Я знаю, что вы увлекаетесь хендмейдом уже почти пять лет и всегда придумываете что-то новенькое, оригинальное. Для тех, кто не знает, что такое хендмейд, это что? Это ручная работа. Изделие ручной работы. Кстати, всегда придумываете что-то новенькое. А чем будете удивлять своих друзей, знакомых в этом году? В этом году я решила изготовить ангелов-хранителей не только методом традиционной куклы-мотанки, как я раньше делала, но и используя шерсть для валяния. Это новая методика для меня. Мне помогла ее освоить моя коллега-психолог из Красноярска Ирина Кононенко. По скайпу она меня научила делать таких замечательных ангелочков. Мы сейчас тоже с помощью телевидения попробуем научить этому наших зрителей. Я смотрю, вы уже прямо к своему месту хотите подойти. Скажите, пожалуйста, давайте для начала покажем, какие обереги мы сегодня попробуем сделать. Вот такой ангел-хранитель. Удивительный. Вот такой. Нравится? Возможно сделать из разных цветов. Красные, вот различного цвета. Для этого нам нужна шерсть для валяния. Игла для валяния. Так. И золотые ручки. О, с этим проблем нет. А скажите, сделать такой оберег вообще по силам каждому? Или все-таки здесь особо... Я думаю, что да, проблем нет. После нашей программы это вообще никаких проблем не будет. Конечно, я расскажу и покажу с удовольствием, как это делать. А вы знаете, вот всегда интересно было узнать, я, например, не знаю, как работать с валяной шерстью, а в чем вообще вот принцип, какие тонкости и секреты надо учитывать? Покажите. В принципе, секретов никаких нет. Берется шерсть вот таким вот образом. Вот. И оттягивается немножко, отрывается кусочек небольшой. Еще один. Это у нас будет уже туловище нашего ангела. Так. Вот. Потом для оттенка, для отделочки я возьму другую шерсть, вот такую красненькую. И чуть-чуть тоже оторву немножко, буквально. И вот так вот положу сверху. Так, кажется, с одной стороны просто, но я до сих пор не понимаю, как это в результате. Да, 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 вот так. Теперь я возьму и сделаю нашему ангелу нимб. Для этого я беру маленький кусочек шерсти. Так. Еще другого цвета. Дубь, Мила, вы пропускаете. Я уже не могу. Мне и там хочется быть и здесь. Надеюсь, я почти успела. И будем нимб делать мы в виде косички. Вот. Я беру мочалочку, на нее укладываю наши кусочки шерсти, немножечко приваливаю и начинаю плести косичку. Это будет у нас нимб для ангела. То есть иголка для того, чтобы держать три разноцветные детали для плетения косички. И для именно приваливания. Это игла специальная для валяния шерсти. Вот обычный метод. Вот это вот называется валяние иглой. Покажите нам еще раз, что такое валяние иглой. Вот, вот. Когда вы по шерсти делаете такие определенные дырочки. Да, движение, и шерсть сваливается и закрепляется. Вот, понятно. Теперь техника более-менее ясна нам. Хорошо, делаем дальше косичку. Сейчас мы уже доплетаем косичку. Это будет нимба нашего ангела. Вот примерно такой, как у этого ангелочка. Все очень легко и просто. То есть цвет может быть разный, правильно? Да, цвет может быть любой. Белый, розовый, голубой. Красный цвет считается обережным. А вот подарок оберег, наверное, все-таки идет из славянских традиций больше. Да, да. Я всегда делала обережные куклы. Мотанки. И еще их называют рванки. Потому что они делаются без использования шитья. Не рвутся. Вернее, не режутся. Сугубо ткань рвется. Ну, это я еще буду делать следующего ангела из хлопковой ткани. И не используется ни игла, не шьется. Именно мотается. Куклы-мотанки. Метод мотания. А почему не используется игла? Почему нельзя резать? В этом и есть вот какая-то особая вот эта традиция? Смысл, да. Именно обережные куклы, чтобы не нарушалась, возможно, энергетика живая, да, славянской обережной куклы. Так было принято у наших предков. Теперь мы берем нашу заготовочку и вот так вот... Вам помочь? Спасибо. И вот так завязываем. Завязываем. А где в интерьере вот эти вот куклы нужно хранить? В каком месте дома? Есть какое-то, да, особое... Над кроватью. Есть же разные обережные куклы. Допустим, обережная кукла Манилка, ее ставят незамужние девушки на окошко, для того, чтобы она приманивала жениха в дом. Так-так-так-так-так, ну-ка об этом поподробнее. Сделаем отдельную передачу. Так. Про Манилки. Про Манилки. Да, можно сделать мастер-класс. Ой, сейчас наша женская аудитория взбодрилась. Вот. Допустим, вот птица счастья. У меня висит она в спальне на люстре. А для деток маленьких? Приносит счастье, скажите. Конечно. Я здесь с вами, я счастлива. И желаю всем счастья. Спасибо. Так. Смотри, как интересно получается, да? А для деток что? Для деток... Ну, если это обереги. Угу. Можно в кроватку сделать маленькую куколку, которая будет отвлекать внимание людей, приходящих в дом, да? Вот в колыбельку. Можно маленькую пеленашечку сделать куколку. То есть, можно разные куколки. А как, Татьяна, а как вообще реагируют ваши друзья, знакомые на такие подарки? Вы знаете, что очень любят и очень нравятся. Мои куклы живут по всему миру. В Америке, в Европе, в Испании, в Голландии, в Германии. Аплодируйте, а то сейчас перечислят все страны мира, да. По всей России, Украине, ну, естественно, в Белоруссии. И мои коллеги, друзья с удовольствием любят получать в дар от меня мои обережные куклы. И вот сейчас новая традиция у меня. Собираюсь в январе на тренинг в Украину. Повезу уже валеных ангелочков. Это новое будет. То есть, то, чем будете удивлять в этом году. А сколько ангелов сделали уже в этом году? Ой, я думаю, что к сотне дело. Ничего себе! Зрители просто впечатляются, да, сейчас вашей работой. А вы одна это делаете? Или кто-то у вас в семье еще делал? Может быть, мама делала, вам передала по наследству? Может быть, нет. Мне же научила подруга через скайп. Через скайп меня научила подруга делать этих ангелов. А обережные куклы савянские я тоже научилась в Москве, когда ездила на психологический тренинг по своей основной специальности. Я психолог и коуч. И там я, так сказать, побочно, так сказать, вечерами научила меня моя коллега, психолог из Волгограда, Екатерина. Научила меня делать славянские бережные куклы. Ну и я уже по приезде дальше совершенствовалась. И продолжаю делать куклы с удовольствием, делаю, с удовольствием их дарю. А вот смотрите, вот обратите внимание, раньше подарки, да, они выполняли такую функцию потребности. Помните, вот мы делали подарки друг другу чаще? Носочки, кастрюльки, ну то, что необходимо. То есть потребность в чем была? Помадки, то, что было полезно, то, что всегда пригодится в доме. Сегодня как-то все-таки переходит подарок, вот согласись, Люда, вот в эту стадию эксклюзивности, да. Может быть, поэтому так и ценятся подарки, сделанные своими руками. Ташенька, ты знаешь, вот я вспоминала пару подарков, да, вот думаю, вот в детстве, когда я получала от бабушки посылку, да, что было в этой посылке? Там была сушеная малина, сушеная рябина, сушеные грибы, баночка меда, связанные носочки, да, на всю семью. Пару так три-четыре. И вспоминаешь, думаешь, боже мой, вот как вот бабушки-то не хватает, правда? Поэтому ничего удивительного, когда появилась возможность пойти в магазин и просто купить, ну, конечно, люди пошли, купили. Один раз, второй раз, а потом что? Ну, мне кажется, идет какое-то насыщение вот этими, ну, безликими, может быть, какими-то продуктами, товарами. Все равно хочется, чтобы кто-то вот еще руку приложил, кто-то близкий. Вот так, как Таня сейчас рассказала. А еще, согласись, все-таки выбор подарка для многих проблема. Мы не знаем, что подарить, да, а здесь, когда есть возможность сделать что-то своими руками, вот как у Натальи, например, да, открытка. Посмотри, как она улыбается. Я смотрю краем глаза, да, о, уже почти готов трехлистник. Вы прошу обратить на это внимание. Это твой трехлистник? Почти готов. Людмила, иди дадим. Мы ждем, да. Татьяна, кукла тоже почти готова? Нет, здесь еще требуется время. Вот у нас частичная золотовка такая, да. Сейчас я буду делать ручки нашему ангелу. Ну что ж, дорогие друзья, в прямом эфире делаем доступные подарки своими руками. Присоединяйтесь. Если вы хотите стать участником прямого эфира, звоните в студию 34 22 43. Пишите в Вайбере, в нашей группе ВКонтакте. Делитесь своими секретами. Рассказывайте, какие подарки вы готовите в этом году. Дорогие друзья, я даже не знаю, как дальше вести программу, потому что вот то, что я наблюдаю здесь за соседним столом, это просто настоящее волшебство. Они перешепчутся, меняются какими-то мыслями, какие-то ягодки приклеивают. Людмила, покажи, колдует. Людмила, покажи, что получилось. Наташа, у нас прямо дары. Дары, сделанные собственными руками. Дорогие друзья, вот это сделала Людмила. Сегодня, да. А теперь, что сделала Наталья? Вот такая замечательная открытка у нас получилась. Не прошло и 15 минут. В принципе, вот эта штука, она может подойти, наверное, к украшению. Да, кстати, к моей кофточке. В моем платье тоже надо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Даже не плохо. Надо еще одну делать. Да, мы будем ждать. Но скажите, а что внутри в открытке должно быть? Какое-то же поздравление, я так понимаю, написанное, наверное, собственными руками. Ну, честно говоря, я уже в последнее время начала своих детей. Ну, конечно, сейчас существует такая тенденция, что мы покупаем открытку, там уже готов текст. Заготовленные, очень красивые слова там такие, фразы чудесные. Но я учу своих детей, говорю, напишите от себя то, что вы. Пускай это будут очень простые фразы. С ошибками. С ошибками. Это вообще прелесть. Пускай эти будут простые фразы, там как-то незамысловато это будет. Но зато это от души, от сердца. И потом через какой-то десяток лет ребенок почитает, уже станет взрослым. И будучи где-то там уже даже, может быть, в своей семье, откроет и просто посмеется над тем, как вот это все было нежно, как это все было мило, и как же это все было по-дельски. Мне очень нравится. Нежно, мило. Дорогие друзья, у кого есть ручка, я хочу, чтобы Наталья, если Наталья не против, вас оставила пожелание в этой открытке нашей программе, Наталья. У меня очень плохой путь. Ничего страшного, мы поймем. Мы сейчас найдем для вас ручку. Да, и обязательно... Ручка есть, спасибо большое. Красного цвета, все под тон открытки. Наталья, у вас еще есть время, да, придумать пожелание для нашей программы на Новый год. Спасибо. Пока, да, пока за каждым из рабочих мест, я бы так сказала, продолжается вот эта вот удивительная, такая предновогодняя такая подготовка. Хотелось бы сказать, что все, конечно же, любят получать подарки, но все-таки, согласитесь, дети ждут их всегда с особым трепетом. Дорогие друзья, вот если вы не знаете, как удивить своих малышей под Новый год, смотрите далее нашу программу. Дорогие родители, не спешите отправляться за подарками в магазин. Поверьте, есть очень много способов порадовать своих детей подарками, сделанными собственными руками. И подробнее об этом нам расскажет Ольга Ткачева. Встречайте у нас в гостях педагог детской студии интеллектуального развития Гулли Вер. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас сегодня в нашей студии. Скажите, пожалуйста, вот как все-таки удивить ребенка в новогодние праздники? Вот как сделать эти дни особенными, волшебными? Существовала некогда пословица, что ребенок не живет, а к жизни готовится. Но вряд ли в жизни пригодится тот, кто, жить готовясь, в детстве не живет. Ух ты. Ранний возраст. Это удивительный возраст. Такое бурное развитие психики. И в то же время психика такая тонкая, нежная, ранимая. И наше вполне оправданное желание родителей порадовать ребенка, его поздравить, может вызвать обратный эффект. Потому что дети в этом возрасте, они только познают мир, и они очень часто пугаются. Все новое входит в них в жизнь периодически. Роботы вы имеете в виду, да, какие-то машинки, такие непонятные. Нет, даже наши сюрпризы, вау, посмотри, я Дед Мороз. А, ну, кстати, да. Здесь и взрослые иногда пугаются. Да, да, да. Даже я общаюсь с взаимодействием с детками раннего возраста, мама одевает капюшон, и ребенок уже, где моя мама, да. То есть тут очень все легко переборщить. Поэтому здесь на помощь приходит народная мудрость. Лучший сюрприз – это подготовленный сюрприз. И когда сюрприз готовится вместе с ребенком раннего возраста, он не теряет свои ценности. Потому что ребенка потом можно как? Отвлечь, на этот сюрприз какой-нибудь аксессуар добавить? Вау, это что-то новое. Вот. И, значит, когда мы готовим с ребенком что-то вместе с ним, это раз шикарно. Мы одним залпом убиваем стадо зайцев. Ну, убивать не будем, пока все живут. Замечательно. Да. Получается, ребенок в раннем возрасте – это такая подражалка. Он так хочет подражать. Он же учится у нас, да. И, как говорят психологи, ребенок в раннем возрасте не столько слышит, сколько видит. И он потом это слышит и осознает. Потом вовлеченность, когда делаешь вместе с ребенком. А послевкусие. Вы знаете, в жизни самое главное даже событие. Событие прошло-ушло. А послевкусие. Вы так рассказываете, но я, знаете, аж заслушалась, да. И представила это все, начиная от и до послевкусия. На самом деле, я уже давно вот в этом послевкусии, еще когда вы только в студию принесли вот этот очаровательный домик, прям захотелось в таком жить. Расскажите, что это? Потому что я знаю, что это делали вы. Да, я хочу сказать, конечно. Это начала делать я, потому что самое главное в жизни идея. И не зря начался разговор у нас с того, что в магазинах много всего. Да, да. Моя юность пришлась на время дефицита. Это была катастрофа подарок. И сейчас такая же катастрофа. Во время не дефицита, да. Самая главная идея. И когда приходит идея в голову, большое дело, когда есть соратники, которые ее будут поддерживать. Мне помогала родительница наша, вот, она дизайнер и очень хорошая мама. Она сегодня в нашей студии, я попрошу оператора показать. Вот, да, сейчас мы, вот, отлично, вот наша, как зовут еще раз? Ярица Анна Михайловна. Анна Михайловна, покажите, пожалуйста, вот такая замечательная Анна у нас в гостях. Да, хочу сказать, что ее малыш ходил в прошлом году на адаптацию, а сейчас он пошел в детский сад. Поэтому мы, говоря, что родители безинициативные, а главное их воодушевить на поле. Воодушевить, все правильно. Можно сказать, подтолкнуть правильно, да? Ни в коем случае. Нет, подушевлять. Почти. Хорошо. Итак, мы предлагаем сегодня нашим родителям, особенно маленьких малышей, приготовить своими руками вот такой домик. Волшебный домик, да? В чем же он волшебный, расскажите? И почему родителям, в принципе, надо это делать? Волшебный домик, потому что вообще это очень интересно. Потом ребенок даже раннего возраста, он может много чего делать, помогать, хотя бы дать ему даже какую-то терочку, ну вернее, там валик, ты будешь приглаживать крышу. Ах, как молодец, да? Вовлекать ребенка в эмоциональный процесс. А если этот домик сделать большего размера, это шикарная вещь. Там будут жить все игрушки в течение года. Берем старую коробку от телевизора в холодильник, делаем из нее домик в полный рост, даем ребенку карандаши и, я думаю, два-три дня мы его не слышим. А потом, мы же все родители знаем, как трудно заставить ребенка собирать игрушки, а потом целый год игрушки будут жить в этом разрисованном домике. Покажите, как это возможно, покажите, пожалуйста. Так, ну домик это не все, это присказка, сказка впереди. Я вам помогу. Да, у нас еще вот тут есть то, чем можно... АПЛОДИСМЕНТЫ Домик сюрпризом. Да, порадовать ребенка. Вот это игрушка, она сделана из носка, из белого, мука и рис. Потрогайте, как крепит. Это для пальчиков. Да, и моторику развиваем, и сенсорику развиваем, любуемся. Новогодний снеговик. Так, одна из игрушек здесь может быть также. Конечно. Такая шикарная корзинка. И в эту корзинку, что не положишь, все будет вкусно, хорошо и полезно. Замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ А это что? Это тоже вы все приготовили, сделали собственными руками? Да, я делала собственными руками, с привлечением. Я понимаю, что в жизни тяжело одной, поэтому у меня помощников всегда много, да. Ух ты, вот эта замечательная шкатулка. Вот посмотрите, ведь эту шишку вполне может распылить и малыш, да, с помощью взрослого. И оформить, и повесить на елку, да. Получается ведь очень... Замечательная игрушка, да. Спасибо. Покажите нашей Людмиле, она... Да, 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 Людмила уже... Давайте пока положим это здесь. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших зрителей, и потом покажете нам следующие подарки, сделанные своими руками. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, я хочу вопрос задать. Слушаем. Может, рукоденец или кто-то сможет ответить на вопрос. Я мучаюсь, что можно на Новый год подарить начальнику своему? Может, вы что-то посоветите? А у вас есть какие-нибудь варианты, в принципе? Вариантов нет уже, потому что ему столько передали на всего. Вы знаете, вот, может быть, вы его, по крайней мере, удивите. Ну, спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно очень интересный. Кто решится на него ответить? Давайте каждый предложит свой вариант. Ольга. Вот я хочу как раз плавно закончить и начать вопрос, да. Вот такой венок. Это детский венок. Но ведь в этот венок можно поместить небольшие фотографии начальника. Ой, замените. Отлично. Или то, что он любит, да. Вот. А еще вот этот венок, заканчивая просто про детей, можно поместить в течение года, и вот калаш, да, и будет в течение года пополняться такой новогодний подарок. Спасибо. Спасибо, Ольга, большое. Присаживайтесь к нам. Людмила, я думаю, у тебя тоже есть прекрасный вариант, учитывая наш с тобой сегодня мастер-класс. Или у тебя что-то другое, другая идея? Я просто хотела сказать, что руководителям веночек не надо. Он лучше в рамочке. Ну, тоже двояка, Люда. Ой, у Татьяны, по-моему, есть прекрасный вариант, подарка для любого руководителя. Кукла-оберег. Я думаю, что, да, каждый руководитель согласится, чтобы его оберегала такая дамочка. Я не про Татьяну. Ангел-хранитель. АПЛОДИСМЕНТЫ И у него здесь обережный крест. Красными нитками. Красные нитки считаются обережные. И вот я хочу вот этого замечательного ангела-хранителя, который родился у нас на передаче, подарить нашей замечательной ведущей Наталье. Спасибо. С пожеланием счастья и исполнения всех мечт и желаний. Спасибо. Действительно, очень тронуто. Спасибо большое. Я хочу предложить вам начать следующую обережную куклу. Давайте еще раз покажем. Она легкая, воздушная. Действительно, что-то очень такое необычное. С чего мы будем ее делать? Берется кусочек хлопковой ткани. Размером 12 на 12 сантиметров. Я люблю такой размер. Немножко для формирования головы ангела я беру немножко синтепона. Формирую шарик. И на серединку квадратика вот так вот положу этот синтепончик. Делаю, формирую головку вот таким образом. И возьму нитки. Давайте тоже красные, чтобы была у нас такая отделочка. И делаем три оборотика. Именно три? Три оборотика, да. Считается, что нужно делать три оборота и три узелочка. И напомню нашим зрителям, мы не используем ножницы. Нет, нет. Ткань я рвала. И, наверное, с какими-то особыми мыслями, да? Да, когда отрывается ткань, можно думать о том, что все плохое уходит. И, кстати, звук рвущейся ткани считался оберегающим и отгоняющим злых духов. Вот. И затем, когда мы обрезаем нитку, ну, сейчас я пока не буду обрезать, я так отмерю немного. Мы ее отрываем еще раз, да? Нитку можно обрезать, да. Можно обрезать и тоже можно думать о том, что все плохое, все худое уходит. А когда завязываем узелочки, то завязываем и думаем о том, что мы хотим привлечь в свою жизнь счастье, удачу, любовь, замечательные пожелания. Те, которые нам необходимы. Узелки на память, да? Да, вот три узелочка делаем и с хорошими пожеланиями. Когда что-то обрезаем или отрываем, то то, что необходимо избавиться. Думаем о том, что нам нужно убрать из жизни. А вот, вы знаете, в преддверии праздника, мне кажется, будет совершенно не лишним еще и изучить правила этикета дарения, принятия и самое, что интересно, отказа от подарков. Вот, Людмила, как правильно все-таки дарить подарки? Нам очень нужны твои советы. Наташа, ну вот у нас буквально пару минут, да, был очень такой забавный момент, да, когда мы все смеялись по поводу того, что дарить руководителю и чего не дарить, да. На самом деле это очень тонкий такой вот процесс, момент, да. Ну, такой руководитель. Ну, хорошо, вот сегодня корпоратив, да, где мы веселимся, там, играем, шутим, да, ну, дарить, выходить на работу, вот, и что ты подаришь этому человеку, возможно, сформирует на будущее ваши взаимоотношения, да. Что это может быть? Это может быть, вот если рамочка, это неплохо, правда, если фотографии, которые касаются какого-то события, например, в коллективе на предприятии, это допустимо. Но если вы подарите вещи, которые сближают вашу дистанцию, то будьте готовы к тому, что, возможно, ваш руководитель скажет, нет, мне это не надо. И не примет такой подарок. Ну, например, если вы связали шарфик, и на корпоративе там вот дорогой, вот и там вот ему шарфик надо. Может, не шарфик подарить руководителю? Не знаю, Наташа, я не знаю, как к этому человек отнесется. То есть нужно соблюдать субординацию даже в таком моменте, как дарение подарков, да, и не нарушать этот закон. А хорошо, как правильно дарить? Всегда нужно дарить, глядя в глаза, вот что-то вот, если вот мы дарим, да, ну вот как-то вот так, да, и смотри в глаза, да, вот. Ну, подари мне шишку. Вот. Дашенька, поздравляйте с Новым годом, дорогая. Да? Вот смотри, вот от сердца к сердцу, правда? А я принимаю. И мне хочется вот уже сразу и тебя поблагодарить, и сразу оценить эту красоту, вот, которую Ольга нам сегодня принесла. Я чувствую, что здесь как-то и дети, и душа, и все это так интересно по-новогоднему. У меня много эмоций, я люблю подарки. Спасибо большое. Вы знаете, есть сообщение очень интересное от Анастасии, что делать с, так сказать, ненужными подарками, которые вам подарены. Ну, я, для меня сложно понять, что такое ненужные подарки. Я люблю подарки, в принципе, и все, что с этим связано, но... Не, не, Наташенька, это вот как раз вот то, о чем мы говорили. Когда в магазинах появилось огромное количество вот этих вот китайских, да, подарков, да, люди стали их покупать. Поскольку они без души были подарены, поэтому они и чувствуются, как вот что-то лишнее в доме, от них хочется избавиться. Знаешь, Людмила, вот эти подарки, которые мы иногда обнаруживаем под елкой, кажутся нелепыми, да, что нам иногда даже трудно скрыть вот это вот недоумение. Но, дорогие друзья, если вы не хотите испортить вот эти отношения и вот это вот праздничное настроение, посмотрите, пожалуйста, какие из ненужных, как из ненужных подарков сделать полезные. Мы сделали такую подборку в интернете. Вот, например, сувениры с символикой года. Это самый ходовой, самый считается бесполезный подарок, приносящий больше проблем, чем радости. Вот куда поставить, кто будет там стирать пыль, куда убрать, когда год закончится. Но, вы знаете, есть компромисс взять и просто подарить новогодний сувенир, например, там, фарфорового Деда Мороза или снежный шар, который, в принципе, можно использовать каждый Новый год. Универсальные предметы гардероба. Все знают, что не стоит дарить одежду, если не знаешь размер, да, если не знаешь вкус человека, которого одариваешь. И здесь тоже есть компромисс. Это деньги. Можно подарить просто деньги, чтобы человек сам купил себе носки или любую одежду на свой вкус. Подходит такая идея? Вы согласны? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас, например, косметичка я видела в магазинах, да, вот такие вот сертификаты новогодние, да. То есть человек тоже не дарит ему косметику, он пришел, да, вот со своим сертификатом на определенную сумму, купил себе то, что он хотел бы. Дело в том, что... Вы говорите, рабочий, в который можно положить этот сертификат и прекрасно подарить. И денежку. АПЛОДИСМЕНТЫ Вроде бы и своими руками сделала, и в то же время... А вы знаете, что именно косметика стоит в этом списке на третьем месте? Дело в том, что при подборе косметики столько всего нужно вот учесть, да, и личное предпочтение, что лучше ее вообще не дарить. Поэтому компромисс, сертификат, да, вот в косметический магазин, плюс открытка собственными руками. Замечательный вариант, мне кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ Но больше всего мне нравятся бытовые полезности. Швабра, гладильная доска, дрель. Все это полезно в быту, но в качестве подарка считается, что, может быть, воспринято как-то как намек. Для женщины. Для женщины. Вот для... чисто... да, чисто женский... День для женщины. Вы знаете, вот на самом деле компромисс тоже есть. Предлагают дарить бытовые презенты под правильным соусом. Ну, например, вот даришь там какой-то бытовой прибор, там, например, миксер, комбайн, и говоришь, вот пусть в будущем году вот с этим кухонным комбайном у тебя будет как можно меньше времени уходить, например, там, на готовку, на приготовление еды. По-моему, такой неплохой вариант, по крайней мере, очень даже, чтобы из ненужного сделать нужное. Есть еще ежедневники календарей в этом списке. Здесь советуют дарить календарь, если уже больше нечего, то с каким-то индивидуальным дизайном, а если ежедневник, то какой-то такой статусный, с хорошей обложкой. Как вот насчет подарка с приколом? Дело в том, что не все любят подобные штуки, но если, в принципе, ваши друзья, считается, оценивают это, то можно такой подарок сделать. Нет, сделайте, вот есть прекрасный компромисс, сделайте подарок своими руками, отличная возможность продемонстрировать свои способности, правда? То, собственно, чем мы сегодня занимаемся. Ну и заканчивает этот список подарок, который каждый из нас получал, который не оправдывает наших ожиданий. Боюсь спросить, Деда Мороза загадала, написала письмо Людмила? Ну там, серьги, шубы? Не-не-не, Наташа, мне все... А, то есть ты получишь в любом случае подарок, который оправдывает твои ожидания в этом году? Да, все гораздо банальнее. Я хочу на Алтай. Дедушка Мороз, отправь меня на Алтай. Но студия волшебная, скоро поедешь. Путешествия. Итак, подарки, которые не оправдывают ожидания. Например, гитара или труба. Ну вот согласитесь, но нет ничего ужаснее, чем вот подарок, который не совпадает с твоими желаниями и ожиданиями. Кстати, есть компромисс сходить в магазин вместе с человеком, которым выбираете подарок, и пусть он покажет, что хочет. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о подарках, сделанных своими руками. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поздравить вашу программу и всех с наступающим Новым Годом. Спасибо. По счастью, делайте такие мастер-классы, это очень заряжает. Спасибо. И хочу сама что-нибудь из ваших идей попробовать. Я хотела бы спросить, где можно увидеть все работы ваших гостей? Ой, какой замечательный вопрос. Сейчас мы расскажем. Потому что это лишь маленькая толика того, в принципе, да, что они могут. Наталья. Ну, я, скажем так, не рекламирую свои работы. Я рекламирую свои возможности, и я приглашаю ваших детей к нам во дворец, где вы можете... Научиться так же? Да. Они могут научиться, принести вам это домой. Ну, скорее всего, если вдруг будут создаваться группы для взрослых людей, то, в принципе, к администрации обращайтесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ольга, я так понимаю, что такие чудесные игрушки и такие детские домики – это то, что сегодня делает студия «Гулливер». Так точно. Для своих детей, и, наверное, это умеют делать ваши родители, которые приводят к вам малышей, да? Конечно. Мы помогаем детям. Или дети помогают нам. Или дети помогают вам, да. Таким образом мы погружаемся в детство. Волшебный праздник Новый год. Спасибо большое. Ну что ж, я смотрю, у нас уже на подходе наша кукла. Она в этот раз будет с красными нитками. Да. Татьяна, вы уже заканчиваете оберег. Последние штрихи. Вот где можно использовать такое новогоднее вот украшение? Даже не назовешь его так, скорее, такой новогодний оберег. Ну, на ёлку по традиции можно повесить, конечно же. У нас есть ёлка. Да. Давайте. Давайте повесить. Знаете, я кому хочу подарить этого ангела-хранителя? Вашему замечательному гримеру. Спасибо ей большое за образ. И передайте ей, пожалуйста. Галина Хатковская, наш гример, который делает нас красивыми. Это для неё. Я повесу на эту ёлочку. Галина, не забудь забрать, пожалуйста. Галина, пожалуйста, заберите. Я буду... Спасибо. Татьяна, вы знаете, спасибо вам большое. С пожеланиями. Вот такие замечательные сегодня работы мы сделали. Я прошу обратить внимание вот на эту новогоднюю композицию, которую с меня приготовила Татьяна Калачёва. Вот эти ангелочки, вот эти подсвечники. Это то, что действительно придает нам, создает нам такой вот, приближает нас к Новому году. Спасибо большое. У нас есть открытки, у нас есть подарки, у нас есть домики. Ну что ж, как говорится, всё-таки подарков много не бывает, поэтому, дорогие друзья, на финал нашей программы мы оставили, что называется, самое вкусненькое. И сразу после рекламы мы расскажем, как приготовить вкусный новогодний подарок своими руками. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Как наполнить дом сказочными ароматами, предвкушением праздника и ощущением счастья? Вот ответ на эти вопросы, ответ на эти вопросы знают наши следующие гости. Я хочу пригласить в эту студию двух очаровательных женщин. Это сёстры-близнецы Любовь Семёновна Мельникова и Надежда Семёновна Богданович. Встречайте, пожалуйста. Вкусные новогодние подарки сегодня в нашей студии. Спасибо. Это пироги. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Я так понимаю, что это непростые пироги, ароматные. Дайте я угадаю, с чем можно? Можно. Так, это, наверное, с капустой. Нет. Нет, я не угадала. Капусты нету. Присаживайтесь, пожалуйста. С капустой. А с чем? С мясом. С мясом? Да, это просто пирог. А это просто пирог? Ну, он называется мясной, там яйцо ещё есть этот... Скажите правду, кто автор этих творений? Ну, автор это не я, это мне когда-то давали рецепт. Вот это как бы еврейский торт. Я думала, украинский. Нет, это еврейский. Дорогие друзья, я реально думала... А вот это украинский. По-украинским... Нет, подожди, вы сказали, что вы с Украины. Ну, работала просто вместе с еврейкой, она дала этот рецепт. И мне понравился, вкусно. Ну, хорошо. А давайте вы разрежете и покажете, какой он. Я думаю, что все наши зрители и гости... Да, пожалуйста, как вам удобно, да. Все наши зрители и гости с удовольствием... Так, тут яйцо. Яйцо, мясо, сыр. Мясо, сыр. Майонез. Так. Ух ты. И чеснок. И пахнет так... Я уже, да, я уже думаю, что надо заканчивать передачу. Да, оно... Там творог, этот... Маргарин, потом сметана. Ну, я так понимаю, что в вашей семье это традиционные, новогодние такие подарки, да? Ну, не только новогодние. Я этим внукам на день рождения делаю. Ну, прекрасный подарок, да? Сделал своими руками, вложил частичку души, немножко яиц, да, крем и все. Крестины тоже делаю. А чего вы так мелко режете? Это специально? А чтоб всем попалось. Да хватит всем. Замечательно. Ну, кто два кусочка съест? У режиссера подсказывают резать мельче, так что да. Продолжайте. Вы знаете, а вот в моем детстве пирог, в пирогах обязательно были монетки на Новый год, на Рождество. Мы их искали, загадывали какие-то желания. У вас нет таких традиций? А, у вас в варениках. Я же говорю, с Украины приехали, да уж. А там, кстати, я знаю, что пироги – это главное такое вот рождественское блюдо. Ну, это вот, типа вот пирог, как булка, типа, но он очень вкусный. И мягкий очень. Ну что ж, дорогие друзья, видите, какие замечательные новогодние подарки можно делать своими руками. Вот, кстати, Людмила, новогодние пироги, вот мне кажется, особый подарок, который, согласитесь, сможет сплотить вот всю семью, да? Как ты считаешь? Да, это великолепная идея. Я пеку пироги. Даришь? С капустой. Я делаю пиццу очень часто, ну, люблю делать. Вегетарианские блюда разные. Вы знаете… Вегетарианские нет. Вы знаете, дорогие друзья, вот у вас сегодня есть возможность, есть сегодня возможность, Любовь Семеновна, Надежда Семеновна, вот обратиться к своим друзьям, подругам, ко всем нашим телезрителям и поздравить с наступающим Новым годом. Всех друзей, подруг, желаем с Новым годом, желаем всем самого-самого наилучшего, особенно здоровья. Будет здоровье, все приложится. Дорогие друзья, вот сегодня весь вечер мы делаем доступные подарки своими руками. Согласитесь, получив такое вот в дар, мне кажется, что и ваши друзья, и ваши близкие будут просто в полном восторге. Ну, и вы, конечно же, получите массу удовольствия, занимаясь выпечкой или занимаясь творчеством. Ну, а какое творчество, как говорится, без песни. Поэтому в прямом эфире нам обещали, вот прямо сейчас для вас поют наши гости, Любовь Семеновна и Надежда Семеновна. Спасибо. А что будем петь? Рождество. Накануне перед праздничком на куршечке с приталинкой Выводила мое солнышко, тонким пальчиком печалинку, На столе горела свечечка, Да и стая ловощеная. Не журись, мое сердечушка, Мое счастье нареченое. Я к тебе дорожкой дальнею, На переперегонки с луной, Прилечу, примчу желанная, Чтобы встретить Рождество с тобой. Дорогие друзья, ну а у нас дальше по программе пироги. Очень надеемся, что советы нашей программы помогут и вам сделать Новый год особенным. Это был еще один добрый вечер Гомель с Натальей Волойнец. Спасибо всем и до новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»